Игра получилась тяжелой, как мы ожидали. Нам пришлось много терпеть в обороне. Сыграли, наверное, довольно-таки грамотно, дисциплинированно в обороне, плотно. ЦСКА очень мощная атака, поэтому знали, что... Не рассчитывали на то, что мы будем много шайбы играть. Наивно было на это рассчитывать. Поэтому мы играли, старались играть такой терпеливый хоккей и в нужный момент постараться забить. Но хорошо, что забили и хорошо, что в большинстве сумели забить. И, конечно, те контратаки, которые у нас были, ну, некоторые так немножко бездарно мы, конечно, провели. Но, в принципе, рассчитывали на такой матч. Тяжелый, вязкий матч. Ребятам спасибо, что терпели, выполнили установку. Была концентрация. Самогача у нас, в принципе, всегда есть. Ну, то, что была хорошая концентрация на льду, я думаю, что сегодня это такой самый важный момент для нас был. Всем спасибо за игру. Петрис, Петрис, с победой. Спасибо. Ну, что здесь сказать, знаете, наверное, тот активный хоккей, который мы проповедуем, немножко сейчас надо его чуть-чуть, может быть, наверное, надо чуть-чуть поменять. Потому что, ну, не, не, ни в коем случае не оправдываю. Здесь еще раз говорю, у нас есть там опять тот же Череповец, там отдохнул перед нами, сейчас торпеда перед нами. Ну, мы играем, мы как видим, мы как хотим видеть команду. Это очень здорово, что мы играем в эти тяжелые матчи, да. Мы играем их, мало ребят играют. Одни и те же ребята играют где-то, ну. Ротации мало, этого не хватает. Но, опять же, хочу сказать, сегодня вот этой, в конце вот этой завершенности и в прошлой игре вот ее не хватает, наверное, нету концентрации свежести где-то нет. Из-за этого и получается много впустую, но надо отдать должное, конечно, сопернику. Сегодня очень много бросков блокировалось, они стояли на линии, клюшками играли. Здорово сегодня, ну, оно такое преимущество было, но шайба-то не доходила до ворот, знаете, не доходила, самотверженно играла команда. Ну, и правильно она играла команда, а нам вот этой вот, ну, знаете, немножко стали нервничать, хотели забить, и многое что-то не получалось. Ну, нам надо немножко спережить это, переждать, перетерпеть, как говорится. Мы видим все, это знаем, наши проблемы. В общем-то, две игры подряд проиграли вот за первой, за два года. Как всегда, что-то случается, да? Вот это случилось. Ну, сейчас надо немножко нам подумать, что-то, наверное, поменять. Практически двигаться дальше, перетерпеть. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы, вызываем представляться, вызываем вопросы, касаемые сегодняшнего вида. Пожалуйста. Чемпионат компания Шафаева. Вопрос был на тренинг ССК, вот эту ротацию сказали, а Пильстрим, почему сегодня не играл в новичок команды? Он может быть усилен? Конечно, бы усилен. Если бы он мог бы, он бы играл бы. То есть он не готов был к сыграну? Нет, существуют технические проблемы, но нужно получить рабочую визу. Он пока этого не имеет. Слышу вопрос, пожалуйста. Вы обещали, что доходы заняться домашней серией, но не знаю, нет ли? Когда ждали врачей? Я сам не знаю. Я вам честно говорю. Он в общем тренируется или он отдельно? Он отдельно. Отдельно? Ну, момент с Паниным я, честно говоря, не видел, не просматривал. Ну, там, честно говоря, не разбирал момент. Не знаю, что сказать. Там, судьи дали, что дали. По опыту, ну, я не знаю. Ну, я знаю, как тут уже просто даже мы работали вместе, естественно. Но мы знаем, как мы уже играли с ЦСКА и с Невсибирск. Мы знаем, какой хоккей играет эта команда. И я разбираю эту команду не из моего опыта, но из вот этих матчей последних. Поэтому просто стараемся, насколько можно лучше подготовиться к противнику. Там, какой хоккей играет ЦСКА, это всем уже известно хорошо. Не только мне. Да. Да, Петрис, вы прокментируете этот, вы взяли молодого парня, защитника Сергея Янкова. С какой целью, соответственно, он играет? Ну, с целью помочь нам в обороне. Мы играем уже какую игру без трех основных защитников. Конечно, у нас ребята, которые приехали из Сарова, они молодцы. И вот, чтобы опытные играли, может, что-нибудь получалось. Я боюсь, что опытные бы вышли, еще забили больше. И было бы вообще неудобно здесь сидеть. Мне неудобно. Ну, и мне было бы неудобно. Я приехал, и там 6-1 было бы. Если опытные, знаешь бы. Поэтому мне было бы немножко странно. Я сказал. Нет, но мы взяли однозначно. Нам хороший хоккеист, хороший молодой парень однозначно поможет нам. Играет в такой же хоккей, как мы стараемся играть. Играл в ЦСКА, поэтому, ну, хорошо, что нам получилось взять. И не казаться, не казахстанец. Не казахстанец. Чтобы иметь вопрос. Хорошо. Петерс, год назад вы играли в ЦСКА 3-0. Рубил был настоящий. Можете ехать с вами в стену? Нет, ребята, это было год назад. У нас была совсем другая команда. У нас. Ребята, я... Сейчас, ребята, это совсем другое. Во-первых, в нижнем и здесь играть большая разница. Большая разница. В нижнем у нас немножко больше эмоций, там, желаний. Мы стараемся играть, может быть, чуть больше активно. Но здесь, я говорю, это другой хоккей. Нам тут рассчитывать на агрессивный хоккей первым номером, ну, просто нереально. Поэтому другой хоккей. Да, ребята бились, но это другой хоккей по стилю. Тут все просто, все просто. Вроде так оно, если, ну, смотреть с трибуны, идет ощутимое, ну, такое преимущество, правильно? А оно не реализовывается, ну, КПД-то очень низкое. Оно и дали отдохнуть ведущим ребятам в Толе, в Череповце. Оно такая же была ситуация. Все тоже самое. Это, вот, вы знаете, вот этого и не хватает. Ну, это понятно, немножко ребята... Ну, я это скажу, что они не так свежи, не так вот играют на этом моменте. Опять же говорю, не умоляю, достоинства соперников очень здорово играл. Они перекрывали сегодня все, вот, все и вся. Ну, еще раз говорю, что нам надо здесь немножко... Мы не можем все игры так играть, надо немножко переждать это время. Ну, идет такой плотный, плотный, плотный график. Мы все должны будем кому-то дать отдохнуть, нам надо смотреть немножко вперед.